Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос задает Андрей, соответственно, будем обращаться к нему именно так. Чувствую от жены холод и безразличие. Так я ей напрямую и сказала о своих чувствах. Она сказала неправда, говорит, что любит. Но держит почему-то как будто на расстоянии. Перед этим у нас была ссора, из-за того, что я ее приревновал. Как мне быть, как начать с ней разговор, если она не идет на него. Когда я говорю, давай поговорим о нас, она отвечает, что у нас все нормально. Пишите вы. Смотрите, здесь история следующая. В данном случае дело даже не в конфликте, то есть не в ссоре, как мне кажется. Хотя ссора, конечно, важна и ссора, конечно, влияет на отношения. Но в данном случае речь немножечко не про нее будет, а про то, что вы изначально как будто бы не уверены в себе. Да, то есть вы говорите, что ревнуете, вы говорите, что чувствуете холод, вы предлагаете своей жене поговорить о вас и так далее. То есть, как бы, это неуверенность в себе, в первую очередь. То есть тут не столько вам не хватает от нее внимания, тепла и любви, сколько именно, вот, судя по вашему описанию, вы не уверены в себе и, вероятно, боитесь, что она от вас, например, уйдет или там, ну, предпочтет, да, кого-то другого. Соответственно, женщина из-за вашей неуверенности в себе чувствует себя в некотором напряжении, чувствует, что не может с вами расслабиться, чувствует некоторое такое, может быть, давление на себя с вашей стороны и, соответственно, не может, как бы знает, что, ну, что, если она сделает что-то не так, да, то, соответственно, вы на это отреагируете несколько негативно, то есть, ну, вот, вы ее, там, условно говоря, прерывнуете и так далее. Поэтому, в первую очередь, нужно обратить внимание вам на свою уверенность в себе и работать именно с ней, с уверенностью и, в данном случае, с неуверенностью в себе, с причинами для ревности, с вашим складом, конфликт, ссору и так далее. Для этого требуется внести определенные коррективы в свою жизнь, обратить внимание на реализацию свою, обратить внимание на то, насколько вы, скажем так, адекватно, например, себя оцениваете, насколько вы, как вы к себе относитесь и так далее. То есть, это вот те вещи базовые, которые необходимо будет сделать. Вы же, в свою очередь, говорите о том, что вы, быть, ну, по-прежнему, зависимым от своей жены. То есть, понятно, что мы все так или иначе зависим от близких людей и полностью независимым стать вы не сможете, но это и не нужно. Но в данном случае, если мы говорим про ревность, если мы говорим про то, что вы чувствуете, что вас, словно говоря, не любят, то вы просто пытаетесь, пытаетесь за счет жены компенсировать некоторые обесценивающие тенденции, которые есть у вас. И, соответственно, ваша жена не обязана решать ваши проблемы. Вот. Она может хотеть для вас что-то сделать, ну, в смысле, там, как-то, да? Себя, например, ну, проявить по отношению к вам, а может и не хотеть этого. Это ее право. А как быть вам? Поэтому в данном случае, мне кажется, что начинать нужно именно с работы с вашей неуверенностью в себе и с вашим, может быть, ну, может быть, повторюсь, да, сейчас только предположение, но, может быть, с вашим каким-то вот страхом измены, например, вот. Особенно, если у вас, да, особенно, если у вас уже был какой-то вот негативный опыт, связанный с изменой, то есть, если у вас в семье, например, кто-то изменял, да, то есть, ну, просто был такой не очень хороший опыт, и у вас есть вот уже какая-то предрасположенность. Следующий момент, то, что вы приревновали, в той или иной степени свидетельствует о том, что вы своей жене не доверяете. И отсутствие доверия, соответственно, не влияет позитивно на возможность выражения чувств, потому что, ну, возможность выражения чувств – это возможность быть собой. Если ваша жена, условно говоря, как-то вот не чувствует доверия, да, с вашей, например, стороны, то, естественно, она будет закрываться. То есть, она в чем-то от вас ощущает угрозу. Вот. И в данном случае, когда она говорит о том, что у вас все хорошо, это, конечно, не совсем правда. Она, скорее всего, просто закрывается, не хочет создавать конфликтно-генную ситуацию. Но решение проблемы не в том, чтобы с ней разговаривать, потому что, ну, по большому счету, разговоры о нас, разговоры об отношениях могут довольно легко стать заменой самим отношениям, когда люди больше говорят про отношения, нежели чем непосредственно, как бы, в них находятся и в них живут. Поэтому важно, на мой взгляд, этой ситуации избежать по возможности и по возможности не заменять одно другим. Да, разговаривать необходимо, да, то, что вы о своих чувствах своей жене сказали, это хорошо, правда. В данном случае нужно еще увидеть, как именно вы сказали своей жене о своих чувствах, одно и то же, ну, в принципе, можно выразить по-разному и можно выразить так, так, что еще больше человека от себя отдалить, вот, такое, такое, к сожалению, ну, вполне возможно, вот. Вот, поэтому хочется, конечно, посмотреть на то, как вы со своей супругой, условно говоря, коммуницируете, вот, от того, как вы коммуницируете со своей супругой, тоже достаточно много, в данном случае, зависит. Вот. Дальше. Вы говорите, у меня такая проблема, чувствую от жены холод и безразличие. Здесь важен хронологический момент. Когда вы это почувствовали и сколько времени прошло? То есть, условно говоря, если ваша жена всегда так выбывает одно, для вас это стало, 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 стало с какого-то момента проблемой, соответственно, ваш счет изменилось. Нужно в первую очередь смотреть на это. Да? Если вы говорите, что подобное началось после ссоры, то, опять же, сколько времени прошло, вот, после, ну, после ссоры, да? Вот. И как быстро у вас это появилось? И как вы это воспринимаете? То есть, обратите внимание, что вам не хватает, в данном случае, тепла и внимания со стороны жены, вот, вам не хватает тепла и внимания со стороны жены, вам. А решить вы эту проблему пытаетесь за счет, собственно, своей жены, вот. То есть, как бы, здесь тоже, вот, в этом случае происходит такая вот, ну, я бы сказал, несколько деструктивная тенденция, вот. Потому что, как бы, жена-то она может, как бы, да, решить какую-то вашу проблему, но она не должна, она не ваш психолог и психотерапевт, и, соответственно, не нужно, как мне кажется, на нее, вот, перекладывать ответственность за то, чего вам не хватает. Вот. Вот. Это не значит, что вы не можете с ней делиться тем, что вас волнует, ни в коем случае. Это разные вещи совершенно, совершенно. Вот. Просто вопрос в том, из какого состояния, из какого чувства вы это делаете. Ну, что, в принципе, это делать можно, ну, по-разному. То есть, это можно делать из разных чувств, да, из разных ощущений, из разных эмоций, вот. И важно, как мне кажется, не путать эти вещи, потому что не смешивать их воедино, потому что решение проблем, например, вашей уверенности в себе, да. Это не совсем про любовь. Вот. А что касается ревности, то это такой достаточно непростой, я бы сказал, механизм, вот. Потому что это ревность всегда, это вот стремление к тому, чтобы, во-первых, быть самым лучшим, это проблема с самооценкой, и это вот в какой-то степени собственническое такое отношение к другому человеку. То есть, человек, моя собственность принадлежит мне, соответственно, там, как бы только я, там, имею на него права, да. Вот. И очень важно состыковываться в этом смысле с своим партнером, чтобы ваши ценности были созвучны, потому что если ваши ценности не будут созвучны, то конфликты и дихотомия, то есть, несоответственно, будет возникать довольно часто, чаще, чем, в принципе, ну. Ну, вам хотелось бы чаще, чем вообще, кому-либо хотелось бы. Вот. То есть, по большому счету, реакция жены, это реакция на определенную напряженность и нежелание как-то вот раскрываться перед прерывами, видимо, какой-то опыт негативный у нее уже был. Вот. Соответственно, в этих направлениях, как мне кажется, в первую очередь вам нужно работать, да. Вот. Работать в первую очередь над гармонизацией своего собственного психологического состояния, вот. Стремиться там еще бы быть более устойчивым, вот. И, наверное, все-таки к уменьшению ревности, потому что ревность, ну, в принципе, ни одни отношения еще не спасла. Вот. Это только в фильмах, да. Ну, гораздо реже в жизни люди прямо вот хотят, чтобы их ревновали. Ну, все равно, так или иначе, ревность это, в основном, ревность именно из определенного такого вот чувства неуверенности в себе возникает. Вот. Поэтому. Такая вот картинка. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!